Приходил мой друг, да, и он абсолютно, он говорит, что мне так плохо, потому что я все время думаю о том, что может произойти, я все время думаю о том, как скоро будет плохо, да, я ему говорю, Макс, вот ты все время думаешь о том, как скоро будет плохо, то есть по факту ты живешь в проекциях, да, в своих аллюзиях на будущее, причем еще и негативных, и твое тело, оно проживает весь этот трэш прямо сейчас, то есть, я говорю, Макс, чего ты боишься? Я боюсь, что будет дефолт, я боюсь, что все рухнет, у меня не будет зарплаты, я не смогу нормально, там, не знаю, есть, я говорю, ну, по факту сейчас у тебя есть зарплата? Да, а сейчас ты нормально ешь? Да, сейчас с тобой все хорошо? Да, я говорю, ну, ты живешь на уровне своего тела и на уровне своего подсознания, да, которому по факту все равно, это происходит сейчас вокруг тебя или это ты просто представил себе и прожил? Так вот ты на уровне своего тела и своего подсознания живешь вот как раз в каком-то придуманном себе иллюзорном трэше, да, в своих тревогах за будущее, которых по факту нет, это, это иллюзорный паттерн, который встает в наш ум, а здесь и сейчас, каждый момент здесь и сейчас совершенен и безопасен, и этому нас учит йога, да, почему все время все говорят, быть в моменте, быть в моменте, быть в моменте, когда мы говорим о йоге? Потому что йога учит нас присутствию в моменте здесь и сейчас, и она раскрывает нам все многообразие оттенков и вкусов каждого момента настоящего, прямо вот здесь и сейчас, и она просто нам показывает, что когда мы дышим и чувствуем свое дыхание, когда мы двигаемся на коврике и чувствуем свое тело, нет тревог, нет страха, нет вот этих всех, а что если их нет? Нет, есть только сияние и пульсация жизни в каждой клетке, сияние каждого момента здесь и сейчас, и целостность и безопасность, да, потому что мы, мы тоже с вами, ребята, целостные и совершенные существа, поэтому, друзья, чем больше вы будете возвращаться в момент здесь и сейчас, тем комфортнее вам будет проживать происходящее изменение, понимаете? А что такое, как мы можем вернуться в момент здесь и сейчас? Вот в чем вопрос, как мы можем вернуться, есть идеи? Самый простой способ – это соединиться с телом, это уйти в тело, то есть послушать, а что в теле вообще происходит? Вот я вот здесь перегреваюсь на уровне мыслей, я вот здесь перегреваюсь, и у меня там все бомбит и взрывается в моей голове, а что в теле, да? И вот когда ты просто начинаешь наблюдать за тем, как у тебя что-то в колене затекло, за тем, как у тебя что-то здесь щекочет, там у тебя между лопаток напряжение, и не оценивать это, а просто наблюдать, вот тут ты соединяешься с настоящим моментом здесь и сейчас. Поэтому никакой магии нет в том, чтобы соединиться с этим моментом, такой, господи, как поймать момент здесь и сейчас? Просто закрыть глаза и прислушаться, просто прислушаться, как каждый момент здесь и сейчас проходит сквозь нас. И здесь нам помогает йога, здесь нам помогает медитация и, конечно же, пранаяма, потому что, когда мы наблюдаем за своим дыханием, вот здесь мы 100% соединены. Мы соединены и с телом, мы соединены с моментом. Все, вот, вот это то, что нам нужно, и мы в доверии. Мужчины больше паникуют. Ребят, ну, опять же, я сейчас, сейчас на самом деле очень сильно уже стерлись границы между мужскими и женскими ролями, и я, например, несу ответственность за свою семью полностью, да, хотя я не мужчина, поэтому это все как бы, ну, немножко, ну, то есть условно. Паникуют все. Дело не в том, какая у тебя половая принадлежность, да, дело в том, какое у тебя состояние внутри. И вот те, кто будет работать над своим состоянием сейчас, они останутся на коне. И я вам скажу, ребята, что скоро будет мой бесплатный вебинар 20 марта, я вас всех приглашаю. Ссылка в сториз и в телеграм-канале. Пожалуйста, запишитесь, он абсолютно бесплатный. Мы с вами будем делать практикум, и он будет посвящен тому, как работать со своим состоянием сегодня, вот в условиях кризиса, для того, чтобы сделать сложности точкой роста, понимаете? То есть нам сейчас всем нужно это, да, когда мы вот оказались в треше, нам нужно не сливать свою энергию в негатив, в тревоге и в иллюзии, и в поддержку в том, чтобы кормить свои страхи, понимаешь? А в двойном свете, да, это он. А в том, чтобы понять, где моя роль в этом, где мое место, и как я могу выйти из этого всего победителем, взять для себя максимум, вырасти, создать что-то новое, и использовать любую турбуленцию как мощное пространство для развития, мощный ресурс, да, и где найти, естественно, на этот ресурс. Потому что, чтобы сделать квантовый скачок, когда ты делаешь скачок, да, куда-то, ты используешь очень большое количество энергии. То есть, чтобы прыгнуть, да, перепрыгнуть, ты собираешься, и вот этот вот импульс, намерение, да, которое тебя, намерение, которое пронизывает тебя абсолютно, все твои клетки, клетки всего твоего тела, пронизывает намерение перепрыгнуть, да, сделать этот скачок. Вот на этом нужен ресурс. И если вы в негативе, ребята, если вы в страхах, если вы ищете виноватого, если вы жалеете себя сейчас, если вы валите куда-то там в надежде спрятаться и так далее, и от себя, и от самих, и от ситуации, то у вас не будет просто тупо ресурса, чтобы сделать этот квантовый скачок, понимаете? Поэтому, ребят, welcome на бесплатный вебинар. 20 марта мы с вами будем искать ресурс и искать возможности, лично каждый для себя, как в новой реальности вы можете прыгнуть, выпрыгнуть и при вырасти. Давайте начинать практику. Так, пишут мне, мне всегда очень прикалывают такие комменты, да, когда я прихожу, я даю как бы практику бесплатную, а мне пишут, ладно, короче, давайте дальше уже, уже поболтали, хватит, короче, давайте уже, все, блин. И я сразу говорю этим людям, ребят, а вы представляете себе, что вы сидите на уроке, ну, вы пришли к учителю вот в зал, сидят люди, 400 человек, потом ты встаешь и говоришь, так, ладно, давай уже, короче, все, начинай. Ну, просто в следующий раз, когда вы напишите такой комментарий, просто представьте, что вы сидите в зале вместе со мной, и вы встаете вот и говорите, так, ладно, давайте уже, короче, все, погнали. Понятно? И да, на самом деле, ребят, вот тот, кто сказал, что это есть часть практики, очень прав. Вы знаете, что в Майсоре, в знаменитом аштанга-йога-ашраме, который основал Потап Хи Джойс, есть очень классная фишка. Вы знаете, что все европейцы, американцы, они просто фанаты аштанга-йоги, ну и русские тоже. То есть это очень популярное направление, и это очень физичная история. И так вот, многие аштангисты, они такие, знаете, очень спортивные ребята, то есть для них они хотят, несмотря на то, что йога отрицает, ну не принимает, не поддерживает соревнования с самим собой или с другими, да, но вот в аштанге есть этот момент сделать еще, добиться еще, встать на руки, сделать проброс, еще новую форму освоить, еще, еще. И, короче говоря, мой друг Юра Аштангист рассказывал мне, что, значит, приходит он на практику в Майсоре, а там такие, ну, ребятки такие, американцы, приехали с раздутым эго, которые в первом ряду жарят там, да, стойки, я, короче, все смогу, фу, и чувак там жарит, 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 и в какой-то момент ему учитель говорит, «Так, чувак, вот сегодня твоя практика – это просто вот здесь у входа сидеть и смотреть, как другие практикуют». Он такой, америкос такой, «Че? Че за фигня? Я хочу жарить, блин!» А учитель ему говорит, этот Шарат Джойс, внук Потапхи Джойс, говорит, «Нет, короче, у тебя сегодня вот такая практика, понимаешь?» С нами 500 человек. Ребята, скриним быстро! Скриним, 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 потом пришлите мне скрин. Вот, и это к тому, что, ребята, я благодарю всех, кто пришел на прямой эфир, мы сейчас будем с вами заниматься. И это просто к тому, друзья, это просто к тому, что практика не должна соответствовать твоим ожиданиям, понимаешь? И практика, она на то и практика, что это практика, что это проработка, что это не что-то всегда приятное, всегда классное, всегда ожидаемое. Я пришел сюда кайфануть и повеселиться, ху-у-у, да? А, возможно, для тебя сегодня практика – это послушать то, что я говорю, и просто посидеть, да? Ну вот, реально. И, как правило, практикой, ребят, является то, вот, послушайте, самая полезная практика, вот, честно вам скажу, это то, что вызывает у тебя внутреннее сопротивление, да? То есть, с одной стороны, ты стремишься, да, то есть, ты почему-то пришел, потому что тебе интересно, а с другой стороны, раз, у тебя пошло сопротивление, типа, что за фигня, я хотел тут жарить уже, а мне тут какую-то заливают историю про состояние, да? И вот это вот становится нашими уроками, потому что если приходит дискомфорт, если приходит сопротивление, то это охрененно, потому что нужно сразу задать себе вопрос, а почему как бы так? А что такое, да? А почему пошло это сопротивление? И вот эта точка роста, она начинается там, в дискомфорте, всегда. Это не значит, что мы сейчас не будем заниматься, мы будем заниматься. Но рост, он всегда в дискомфорте. И вот эта турбуленция, которая сейчас происходит вокруг нас, это огромнейшая точка роста для каждого из нас. И те, кто пришел на этот прямой эфир, они уже растут. Вот вы, ребята, ваши трансформации, ваш рост, они уже начались, понимаете? Это как ребенок, который делает скачок роста во время болезни. Вот те, у кого есть дети, подтвердят, когда ребенок заболевает, да, маленький, он выздоравливает, и потом раз он заговорил, и потом раз он еще новые слова получил, и потом раз он пошел. И вот мы точно так же, да. То есть дискомфорт – это то, что мы любим. И йога, она вся в дискомфорте. Йога, она ноге за головой. Вот вам это комфортно, ребят? Это дикий дискомфорт. Да, но встретись в йогу сутри, патанджире, говорится, сукам, с тхирам, асанам. То есть асана должна быть комфортной и безмятежной, да. И это те качества, к которым мы стремимся, проходя через дискомфорт. И в дискомфорте открывается огроменный ресурс для нашего развития. Все. Ну что? Намасте. Погнали. Если у вас есть вопросы, друзья, я вам отвечу в конце. Хорошо, давайте позанимаемся, потому что большинство пришло сюда, чтобы позаниматься, а не чтобы поболтать просто и развлечь свой ум. Давайте усаживаемся на свои коврики. Сегодня будем раскрывать грудной отдел. Сейчас, ребят, настроим. Пока садитесь на коврике. Супер. Все, эфир сохраню. Усаживайтесь максимально комфортно, максимально удобно. Отправьте, пожалуйста, ягодицы назад. Если у вас колени вот так вот задранные, значит, нужно сесть на какое-то возвышение, на подушку или на кирпич, чтобы колени могли опуститься вниз. Потом удлините, пожалуйста, талию, бока, центр груди подтяните вверх, плечи уведите назад и вниз. Еще раз вверх, назад и вниз. Еще разок вверх, назад и вниз. Так, отлично. И центр груди прям толкните вверх. Подбородок параллелен полу, макушку вытягиваем вверх. Еще, 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 еще. Вырастите на 3 сантиметра. Вот. И ладони мягко лежат на коленях. Почувствуйте пространство между боками и локтями. И вот это ваша асана комфортная и безмятежная. Да. И теперь, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, на кончик носа. И заметьте, как правым глазом вы смотрите на правую сторону носа, а левым глазом налево. И почувствуйте этот мягкий фокус, размытый, как все-все-все предметы теряют свои четкие очертания. И вот вы уже не видите никаких четких предметов, а видите лишь цветовые пятна. и как этот размытый фокус влияет на наше состояние. И это очень про отпустить контроль, потому что мы сейчас как будто отпускаем контроль над четкими предметами. Мы привыкли все видеть ясно, четко. А вот здесь мы ничего не видим ясно и четко. У нас все размылось перед глазами. И это о том, чтобы сейчас вот в этом многообразии событий, в этом жужжании внешнем, в этом хаосе отпустить контроль. Потому что когда происходит то, что происходит, мы стремимся еще больше включить контроль. Это создает еще больше напряжения. И вот просто скажите себе внутренне сейчас, я отпускаю контроль, я доверяю, я в доверии. Все наилучшим образом. Скажите. И сделайте медленный вдох. И отпускающий контроль выдох. И мягко прикройте глаза, погружаясь в другое, новое состояние. В состоянии легкости и мягкости. Там, где нет контроля. Когда мы отпускаем контроль, мы начинаем доверять. Когда мы держим контроль, мы не доверяем. Мы делаем это, потому что нам кажется, что мы лучше знаем, как надо. Мы лучше можем разрулить ситуацию. А здесь мы как бы отказываемся, как будто от своего эго. И мы просто говорим, да, я знаю все наилучшим образом. Спасибо, благодарю за этот урок. Благодарю за то, что происходит. Я знаю, что я в безопасности, и что все наилучшим образом. И что все, что происходит, это просто мои уроки, которые мне нужны, чтобы стать сильнее, мудрее, осознаннее. И начните сейчас чувствовать тело. Вот здесь и сейчас на этом коврике. Придите сюда, в свою практику. Представьте, что вы смотрите на себя со стороны. Вы как будто вошли в эту комнату, видите себя сидящим на коврике в состоянии спокойствия и умиротворения. Оглядите себя со всех сторон. Да. Посмотрите, что выражает ваше лицо. Может быть, вы заметили легкую ягическую улыбку в уголках рта. и расслабленное лицо, расслабленные глаза, губы, язык, челюсть. Вы смотрите на себя, видите себя в состоянии мягкости. в этой географической точке на планете, в этом теле. И вот вы как будто входите в свое тело, соединяетесь с собой, подходите к себе, становитесь собой и чувствуете все тело. Чувствуете, где есть какой-то дискомфорт и приветствуйте его, позволяйте ему быть. Найдите эти точки. Просто смягчите ощущения в этих местах. Отправьте туда мягкость. Чувствуете контакт с землей. Силу притяжения земли. И через силу притяжения попробуйте еще больше расслабиться. То есть мы больше не сопротивляемся силе притяжения, мы как будто отдаемся и позволяем телу обмякнуть, продолжая сохранять при этом вертикаль. Мы как будто отдаемся и немножко вдавливаемся в коврик. И чувствуем, как это приятно просто расслабляться. Да. Мягкое, расслабленное тело. И сейчас спросите свое тело, скажите ему, тело покажи мне, пожалуйста, оптимальное положение для моего позвоночника. И прислушайтесь к тем микродвижениям, которые произойдут, потому что тело само поправит себя. и мы вытянемся вверх еще чуть-чуть за макушкой, доверяя телу. И теперь весь фокус перенесите на дыхание, прана, жизненная энергия, которую мы вдыхаем с воздуха. понаблюдайте за кончиком носа, за ноздрями, за легким щекотанием, которое создает воздух, когда входит через ноздри. погружается глубже, наполняет легкие живот и все самые труднодоступные уголки тела. И дыхание оживляет тело. Понаблюдайте за этими плавными, естественными вдохами и выдохами и мягкостью, которые приносят каждый вдох. И если в теле есть дискомфорт, просто отправьте свое дыхание в точке напряжения. Направьте целенаправленно их туда. Силу дыхания создайте пространство в точках напряжения. И все тело сейчас наполняется пространством, расширением, мягкостью, ощущением свободы, легкости. И сейчас, друзья, я прошу вас положить левую руку на центр груди, на сердце и правую руку сверху. И просто задать себе вопрос. Слышите ли вы свое сердце? прислушайтесь к нему. Почувствуйте его пульсацию. и просто спросите себе, как сейчас в этих условиях, новой реальности, в этих условиях хаоса и такого внешнего трепыхания, неопределенности. что подскажет вам сердце? Может быть, просто продолжать делать то, что вы делаете от сердца? Может быть, продолжать доверять ему и идти за ним? Продолжать что-то дарить людям, дарить им свою поддержку, делать что-то во благо этой планеты, этого мира. И, может быть, в этом сейчас наша опора в том, чтобы продолжать созидать что-то для этого мира. И спросите свое сердце, куда бы оно хотело вас повезти? Где выразить себя вы могли бы? За что люди могли бы быть вам благодарны сегодня? И когда вы нашли это ощущение, попробуйте сформулировать его простыми искренними словами. И это станет вашей миссией. Пусть это станет вашей миссией сейчас. Когда вокруг все так сложно, все так непонятно. Проговорите и свою миссию с простыми словами. А если слова не получаются, просто почувствуйте ее. С этими словами делаем глубокий вдох. И выдох через сердце. Отлично, ребят. И еще один вдох. И открываем глаза, раскрываем руки и дарим этому миру всю свою любовь, всю свою поддержку. Супер! Вдох! Вытягиваемся вверх. Делаем замок, толкаем замок вверх. И с выдохом проглаживаем пространство перед собой, скругляя спину, скругляя поясницу, расслабляя шею, толкая плечи назад. Вдох вверх. Выдох, толкаем замок вперед, проглаживая пространство. Расслабьте шею. Еще раз вдох вверх. Удлините бока, прям потянитесь замком вверх. Выдох. Супер! И еще раз вдох. И выдох, проглаживаем пространство в стороны, руки в стороны, прям почувствуйте это плотное пространство, эту энергию. Еще раз вдох, руки вверх. Сделаем замок и поставьте замок за затылок. Вдох, раскройте грудную клетку, локти опустите плечи, выдох, скругляемся. Локти вместе, расслабьте поясницу, почувствуйте шею, вдох, расправились. Выдох, скругляемся. Молодцы, вдох, вверх. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Супер! Молодцы, ребята! Вдох, вытягиваемся замком вверх, выдох, проглаживаем пространство по сторонам, ставим руки на колени, плечи назад, центры груди, вперед, вдох. Выдох, скругляемся, все от центра груди, фокус на центр груди, вдох. Ваша анахата, чакра, выдох. И если сердце будет нас вести сегодня, вдох, плечи назад, центр груди, вперед, в этой реальности, я думаю, что это будет самый верный путь, ребят, потому что путь с сердцем, как написано на моих сумках с катанами, выдох всегда правильный. Путь с сердцем всегда правильный, вдох вперед и выдох назад. И немножко вращений, круговые движения. Опять, представьте, что в вашем центре находится точка, из которой начинается движение. То есть прямо вот здесь, в центре груди, вы как будто рисуете спирали своим центром груди туда-сюда, да, и эти спирали энергетические раскручиваются, раскручиваются, запуская вашу энергию вверх, соединяя вас с космосом. Еще чуть-чуть, ребят, почувствуйте плечи, шею, и в другую сторону. Не забываем дышать. Опираемся на дыхание. Класс, молодцы, отлично. Супер, ребята, вдох, удлиняемся вверх, выдох, проглаживаем пространство и наклон вниз. Поставьте кончики пальцев на пол, вытянитесь кто как может, расслабьтесь шею, неважно где вы, может быть вы лежите уже на полу, а может быть вы просто наклонились, удлините поясницу и оба бока, расслабьте хорошенько шею, плечи, уроните голову, почувствуйте заземленный лоб, почувствуйте опору, земли, поддержку, молодцы, и плавно поставьте ладони, окажитесь на коленях, и можете сесть на пятки. И теперь просто, ребята, когда мы сели на пятки, вдох, поднимите руки вверх, сделайте намасте и поставьте намасте за голову, раскройте грудную клетку. Вообще, микро-простое движение, намасте за головой, мы раскрываем грудь, удлиняем оба бока, стремясь к центру груди вверх, а плечи толкаем вниз. И просто открываем здесь наш грудной отдел, нашу сердечную чакру, дышим, три, просто удлиняемся, молодцы, два, отлично, и на счет один аккуратно приподнимаемся, расставляем колени пошире, так, и теперь уперитесь стопами в пол, упритесь, да, и разведите руки в стороны, кактус, да, кактус выглядит вот так, все пальчики расставлены, сводим лопатки, не опускайте локти, и соедините лопатки, центр груди вверх. И теперь, ребята, сопротивляемся, смотрите, мы толкаем таз на пятки, а грудью стремимся вверх, включаем живот, стягиваем внутренними бедрами невидимый кирпич, и мы хотим как будто сесть, но центр груди не дает нам сесть, и за счет этого мы удлиняем бока, раскрываем грудь, дышим пять, взгляд вверх, четыре, стремимся тазом назад, грудью вверх, раскрываем лопатки, грудной отдел, три, молодцы, два, и на счет один, ребята, возвращаемся, вдох, поднимаем руки, выдох, за спиной делаем замок, отшагиваем на задний край коврика, не замок, а намасте за головой, отшагиваем назад, и теперь, ребят, правой стопой просто шагните вперед, раз, сделайте выпад, и просядьте, продолжаем раскрывать грудной отдел, еще раз, просядьте глубже, включите живот, удлините поясницу, подверните немножко хвост, включите ягодицы, дышим, три, два, на счет один опустите руки, подставьте руки под, возьмите кулачки, подставьте руки под таз, и именно таз толкните вверх, соедините локти сзади, удлините, пожалуйста, бока, расправьте грудную клетку, посмотрите вверх, включите ягодицы, просядьте чуть глубже, молодцы, прям толкаем себя руками под, под, косточки, да, под поясницу, не на поясницу, больше удлиняем грудь, молодцы, вдох, с выдохом толкните таз назад, сделайте замок сзади, натяните правую стопу на себя, удлинитесь вдоль правого бедра, посмотрите вперед, стяните коврик коленями и стопами, коленом и стопами, соедините бедра, с выдохом верните стопу на место, руки вверх, выдох, плавно опустите руки с двух сторон от стопы, отрывая левое колено от пола, отлично, ребята, и теперь смотрите, у нас остается левая рука на полу, правое колено 90, мы скручиваемся вправо, просто приятная мягкая скруточка, отдалите плечи друг от друга, пореврите анджиниасно дышим, 5, прям животом еще, грудью больше закрутите, 4, 90 в правом колене, колено над пяткой, 3, молодцы, 2, и на счет 1 поворачиваем стопы вправо, смотрите, левая стопа стоит параллельно короткому краю коврика, правая стопа, ребят, тоже параллельно, реально стопы максимально параллельно, переползите правой стопой на центр коврика, боковая планка с поддержкой, отлично, дышим, 3, выше бедро, угу, отдалите больше плечи, 2, включите живот, на счет 1 мягенько перешагните правой стопой назад и присядьте, вот, ничего сложного, поставьте правую стопу параллельно длинному краю коврика, посмотрите на левую стопу, на пяточку, к себе, носок от себя, то есть стопа уже не параллельна, а она по диагонали направлена от себя, дальше, выпрямляем левую ногу, толкая бедра вверх, отрывая правую пятку от пола, и откройте здесь аккуратненько, плавно в дикую штучку, плавно разогреваемся, можете глубоко не уходить, дышим 3, расслабить шею, молодцы, 2, и на счет 1, плавно перейдите вперед, оказываемся здесь в планке, супер, друзья, подверните хвост, прям сильно включите ягодицы, таз в себя, продавите коврик руками, скруглите лопатки, живот приклеился к позвоночнику, дышим 5, пятки толкаем в одну сторону, на макушку к другую, 4, представьте, что переднее тело приплюснулось к заднему, да, станьте плоскими, 3, и переднее поверхность тела прям вытяните, 2, на счет 1, колени на пол, сядьте в балансану, выдох, приклейте ладони к полу, еще один вдох, чувствуем энергию земли, и выдох осознанный, ладони приклеены, вдох, круглая спина, супер круглая спина, приподнимитесь на коленях, выдох прогиб, отправьте плечи назад, лопатки вместе, удлините бока, проверните таз, дном вверх, грудь вверх, подворачиваем хвост, скругляемся, со вдохом прогиб, выдох, супер, ребят, продолжаем, я смотрю на вас, я чувствую вас, это был вдох, выдох, скругляемся, и еще разочек, вдох, и выдох, супер, ребят, теперь опять мы садимся на пятки, опять поднимаем наши руки, опять делаем намасте за головой, и оказываемся на коленях, колени стоят на ширине таза, и теперь опять представьте, что вы садитесь тазом назад, грудью вверх, на этот раз кактус мы не делаем, просто у нас намасте за головой, опять сопротивляемся, таз назад, грудь вперед, вы чувствуете, как это классно раскрывает грудной отдел, это нам дает прям супер раскрытие, здесь дышим, три, еще локти откройте, ребят, уйдите в прогиб, таз назад, два, взгляд вверх, и один, упираемся стопами в пол, и левая стопа шагает вперед, выпад, плавно просядьте, и наша задача со вдохом удлиняться вверх, прям тянуться вверх, с выдохом проседать чуть глубже, стягивая коврик стопами, включая обязательно левую ягодицу, соединяя внутренние бедра, это важно вот здесь, чтобы у вас все было включено, ага, дышим, три, еще, еще, еще грудь вверх, два, на счет один, расцепляем руки, делаем замок сзади, тянем замок назад, и толкаем таз назад, левая стопа на себя, да, плечи назад, прям отдалите плечи от ушей, макушкой потянитесь вперед, шеи, задней поверхностью шеи, обеими боками, обоими боками, животом вдоль левого бедра, не обязательно полностью выпрямлять левую ногу, просто направьте сейчас волну дыхания в заднюю поверхность ног, ноги, вдох, в заднюю поверхность ноги, выдох, возвращаем стопу на место, руки вверх, вдох, и плавно опускаем руки с двух сторон от стопы, отрывая от пола, правая колено, правая ладонь внутри, скрутка влево, здесь 90, здесь 90, бедро параллельно, грудь вверх, заднее колено, ребят, активное, дышим, четыре, молодцы, три, пари в ританже неясно, чувствуйте бедро, два, не задирайте, да, вот так бедро не задираем, и на счет один, поворачиваем обе стопы влево, внимание, чик, они повернулись, здесь правая стопа на ребре, переползите левый на центр коврика, выше левое бедро, левое ребро, отдаляем плечи друг от друга, дышим, четыре, молодцы, боковая плавочка с поддержкой, три, молодцы, ребят, стяните коврик, да, два, и на счет один, аккуратненько левой стопой, просто перешагните назад и сядьте, ничего сложного, посмотрите на сначала левую стопу, она стоит параллельно длинному краю коврика, около левой ягодицы, затем отстройте правую стопу, здесь видите, у меня нога параллельная, но нам нужно по-другому, пятка к себе, носок от себя, это самая важная отстройка дикой штучки, удлиняем правое колено, опираемся на правую руку, и выпрямляем правую ногу здесь, раскрываемся, да, молодцы, дышим, пять, отлично, ребят, четыре, подтяните в квадрицепс и коленную чашечку, больше раскроете грудь, три, огонь, ребята, два, на счет один просто плавненький поворот вперед, аккуратная планка, вдох, планка, выдох, хвост в себя, в себя, в себя, сильные каменные ягодицы, вдох, толкните сейчас пятки вперед, опустите колени, проверните таз дном вверх, внимание, теперь мы толкаем грудь и подбородок вперед, не здесь, а реально вперед, опускаем грудь и подбородок перед ладонями, это штанга на маскар, и теперь, ребят, извиняюсь, внимание, смотрите, грудь лежит на полу, да, и мы можем поднять пятки к ягодицам, это первый вариант, ага, и вариант два, включить живот, делать замок за спиной, поднять замок выше, дышим, супер, дышим, пять, четыре, пятки к ягодицам, таз наверху, живот включен, три, раскрывайте грудь, молодцы, два, на счет один, уползаем стопами назад, уползли, и замком потянитесь назад, приподнимите грудь, кобра, стопы на полу, ребята, на, да, вот у тебя не на полу, положите, пожалуйста, на пол, стопы на полу, пардон, замок тянет нас назад, дышим, четыре, под подбородком, грейпфрут, три, молодцы, два, и на счет один, аккуратно упираемся ладонями в пол, приподнимаем грудную клетку, толкаем таз назад, подворачиваем стопы, и садимся на пятки, выдох, молодцы, вдох, волна, вперед, выдох, прогиб, вдох, вверх, выдох, скругляемся, и несколько раз в вашем ритме ловим волну своего дыхания, мягкие виньясы, чувствуйте, как движение начинается от центра груди, прям реально ваш грудной отдел сейчас наслаждается тем, что происходит, давайте еще чуть-чуть, ребят, вы молодцы, я с вами, я с вами, я вас не бросаю, не сливаемся, и выдох, и толкните таз назад, сядьте на пятки, вдох, руки вверх, приподнимаемся на коленях, намасте, за головой садимся чуть назад, да, мы с вами это уже делали наше упражнение, упритесь стопами в пол сразу, вдох здесь, раскройте грудь, таз назад, грудь вверх, посмотрите вверх, выдох, шагните правой стопой вперед, отлично, вдох вверх, выдох, расцепляем руки, делаем замок, натягиваем замок назад, грудь вверх, вдох, стяните коврик стопами, выдох, толкните таз назад, стопа на себя, это выдох, молодцы, вдох, возвращаемся, поднимаем руки, раскрываем грудь, опускаем руки с двух сторон, отрываем левое колено от пола, скрутка вправо, вдох, правая рука вверх, в правом колене 90, все то же самое повторяем, да, поворот стопами вправо, выдох, и сначала переползаем на центр коврика, правой стопой, а затем сразу перешагиваем в дикую штучку и отстраиваем левую пятку, пятка к себе, носок от себя, открываемся, дышим, пять, молодцы, делаем мега закрытый таз, толкая правое бедро вперед, ой, то есть правое бедро назад, а левое вперед, вдох, здесь, выдох, и теперь поверните ладони вперед и натяните кактус, натяните его, да, раскройтесь, отлично, вдох, кактус, выдох, опускаем руки назад, замок, натягиваем замок, вдох, присядьте чуть глубже, выдох, подтянитесь грудью вперед, нырните под правое колено, выдох, молодцы, ребята, и здесь старайтесь не вперед наклоняться, да, а вот именно к своему колену правому, продолжать приклеивать левую стопу к полу, левый внешний край правой стопы, и стремиться хорошенько грудью вперед, а шею расслабливаю, и дышите, три, молодцы, два, расслабляем наши плечи, и на счет один тянемся замком назад, корпус параллелен к полу, ага, левая рука, левая выходит вперед, чик, поднимаемся, за ней правая, за ней правая, перевернутый воин, сразу удлиняем правую сторону, открываем левое плечо, грудь вверх, дышим, пять, молодцы, четыре, еще чуть-чуть, три, молодцы, два, и на счет один, подтянитесь вперед, приземлитесь правой ладонью, внутрь правой стопы, если есть кирпич, можете положить кирпич, почувствуйте контакт правой руки и колена правого, удлините правый бок, разверните живот и грудь вверх, важно, толкнуть левое бедро назад, правое вперед, еще, еще, еще прям симметризировать таз, да, стать плоскими, отдаляем руки друг от друга, дышим, пять взгляд вверх, четыре, молодцы, отлично, ребята, три, супер, два, и на счет один плавный поворот вперед, плавненько, отшат в планку, вдох, в планке, выдох, толкаем себя вперед, опускаем колени, проворот таза, и грудь перед ладонями, штанга на москва, и сейчас, остаемся здесь, вы помните, как мы это делали, да, сейчас мы делаем чутка по-другому, сейчас, подшагните коленями чуть ближе, и попробуйте поднять одну ногу вверх, молодцы, дышим, пять, то есть в смысле, три, два, и один, опять, вернули ногу, теперь другая нога вверх, дышим, три, еще, еще, два, ягодицы включенные, колено активные, один, вернули, супер, уползли стопами назад, вдох, вверх, мягкая кобра, и выдох, садимся на пятки, кстати, ребята, вы заметили, что у нас сегодня нет ни одной собаки мордой вниз, вдох, волна, выдох, прогиб, три раза в вашем ритме, дышите, три раза, чувствуя центр груди, садимся на пятки, вдох, руки вверх, намасте за головой, выдох, приподнимаемся, вдох, грудь вверх, таз назад, чутка присаживаемся, и чувствуем удлинение боков, выдох, боков, шаг, и выдох, просаживаемся чуть глубже, это левая нога, ребята, левая нога шагнула, вдох, удлиняемся, смотрим вверх, выдох, разводим руки, замок, и натягиваем замок еще дальше, вдох, здесь тяните коврик, стоп, мне выдох, таз назад, стопа на себя, отлично, вернули стопу на место, расцепили руки, вдох, руки вверх, выдох, подняли руки, опустили, и положили стопы с двух сторон, от, господи, пардон, и положили ладони с двух сторон от стопы, правая рука внутри, осталась ладонь, скрутились влево, и отдалили плечи друг от друга, молодцы, вдох здесь, выдох, повернули стопы влево, чик, 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 переползли, переползли на центр коврика левой стопой, шаг назад, дикую штучку, раз, отстройка пятки, пятка к себе, чик, раскрылись, молодцы, дышим, пять, супер, левая пятка оторвана, прямая правая нога, четыре, расслабьтесь шею, три, ребята, вы огонь, два, на счет один вернитесь в боковую планку, это значит поставьте стопу параллельно, подтяните к себе левое колено, можете прямо рукой, затем приподнимитесь на носке правой стопы, нацельтесь шагнуть вперед, и шагните, да, левая стопа сорок пять, выстроите ее прямо, она прям сорок пять повернута внутрь, левое бедро назад, правая стопа сорок пять, правое бедро вперед, вырастаем, поднимаем корпус, и руки вдох, мизинчики внутрь, опустите плечи, раскройте грудь руками, выдох, девяносто, в левом колене, воин один, дышим, три, молодцы, поворачиваем ладони вперед, два, кактус, отлично, один, еще один вдох здесь, выдох, замок по-другому, пальцы другие, то есть сверху другой палец сейчас, вот, натянули замок, вдох, и нырнули под колено, выдох, и продолжаем подтягивать правую коленную чашечку, удлинять весь свой бок, стремиться грудью вперед, бедро не поднимаем слишком высоко, молодцы, дышим, четыре, плечи расслабляются, я смотрю на вас, три, огонь, ребят, два, и потянитесь замком назад, правая рука пошла вперед, правая, 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 правая пошла вверх, вырастаем, за ней левая, вдох, перевернутый воин, правая приземлилась на заднюю голень, удлинили левый бок, и просядем чуть глубже, дышим, три, молодцы, два, и на счет один, подтянитесь рукой ко мне, и приземлитесь внутрь левой стопы, и так, сейчас левое колено касается верхней части левой руки, удлините левый бок, разверните живот и грудь вверх, толкните левое бедро вперед, правая назад, дышим, четыре, утхита паршва канас, ну молодцы, три, отлично, супер, друзья, два, и на счет один, вытягиваемся вперед, поворачиваемся, и плавно отшагиваем в планку, вдох, планка, выдох, толкните себя вперед, колени, грудь, подбородок, а штанга, намаскар, выныриваем, удлините носки, толкните корпус, таз вперед, оторвите колени от пола, плечи уводим назад, собака вверх, вдох, колени на пол, таз на пятке, выдох, вдох, просто вырастаем, и теперь, ребят, смотрите, мы сидим с вами на пятках, и нам нужно сейчас левой рукой, захватить левая пятку, а правую руку ввести влево, и сейчас что мы будем делать, мы будем толкать наш таз, нашу лобковую кость, сильно вперед, как будто бы у вас кто-то тянет за трос, представьте, что вам к лобковой кости привязали к трос, и вас тянут вперед за этим тросом, правая рука влево, и так, правая рука пошла вправо, левая рука оторвалась от пятки, пошла за ней, правая рука приземлилась на правом пятке, толкаем таз вперед, вас тянут за трос, раскрываем грудь, левую руку уводим назад, расслабляем шею, да, и левая рука пошла вправо, вправо, потом перед собой влево, захватила, делала круг, захватила левую пятку, правая ее догнала, и толкните таз вперед, раскройтесь, и опять правая делает круг, левая ее догоняет, таз вперед, еще три раза, сами, танцующий верблюд, дышим, так, молодцы, и еще чуть-чуть, три, последний раз, молодцы, ребята, вернулись, и просто сейчас соедините колени, сядьте на пятки, сделайте компенсацию, положите лоб на пол, а руками захватите пятки, и оторвите таз от пола, чтобы поясница расправилась, компенсация поза зайчика, дышим, упора на дыхание, молодцы, супер, плавно садимся, и аккуратно ложимся, на пол, да, который час, все, ложимся на пол, да, я могла бы продолжать еще, но уже пора вам и время, потому что это йога-шот, окей, и когда мы легли с вами на пол, вообще, мне кажется, не хватило чуть-чуть пресса, вытяните ноги вверх, вытяните руки вверх, и потрясите руками и ногами, представьте, что вы сбрасываете все напряжение, все страхи, все переживания, все вот это вот жужжание, неопределенность, и делайте так вдох, и так, и так, класс, представляете, что вы собака, которая выползла из пруда, и она отряхивается, но лежа на спине, еще раз, класс, молодцы, и теперь поставьте пятки около ягодиц, потрогайте своими, потрогайте, пожалуйста, своими руками пятки, если у вас есть кирпич, ребятки, возьмите свой кирпич, или книгу, да, вот, берем, и засовываем между бедер вот так, да, то есть не так, не так, а реально средней частью, мы засовываем кирпич между внутренних бедер, это важно, и сожмите кирпич внутренними бедрами, теперь, ребят, трогаем пятки, и отползаем пятками от пальцев, чтобы пятки больше не касались пальцев, видите, менять пространство, самое важное, что сейчас происходит, лопатки на полу, таз на полу, поясница ушла в прогиб, ага, то есть вы можете просунуть вот здесь вот руку, да, то есть нам нужно прям почувствовать, как мы умеем удлинять бока, умеем удлинять талию, умеем толкать, толкать центр груди к подбородку, умеем, умеем, окей, теперь продолжайте сжимать кирпич бедрами, и с выдохом, если нет кирпича, представьте, что у вас кирпич, неважно, невидимый кирпич, с выдохом поднимаем таз, сжимаем, 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 еще выше таз, отлично, руки у нас не касаются пяток, делаем замок, с эту бандхасану, удлиняем плечи, удлиняем шеи, расслабляем живот, и внутренние органы, и продолжаем равномерно удлиняться, и наблюдать за своим равномерным удлинением, насколько сейчас хорошо себя чувствует грудной отдел, как он классно удлиняется, и как никакой нагрузки на поясницу нет, потому что мы включили наши ягодицы через кирпич, дышите, 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 еще три дыхания, два, и на счет один, друзья, мы плавненько опускаем наш таз на пол, проверяем наш кирпич, проверили кирпич, так, он плотно лежит между рук, между ног, пятки на полу, опять, важно, если мы не должны дотрагиваться до пяток, все, здесь пространство между пятками и руками, дальше важно, стопы реально параллельно, не слишком широко, проверьте, и носочки скосолапьте чуть-чуть внутрь, ага, таз на полу, лопатки на полу, ребята, поясница ушла в прогиб, проверяем, поясница ушла в прогиб, таз на полу, грудную клетку толкнули к подбородку, и теперь у вас два варианта действия, два, первый вариант, мы все начинаем с него, все, с выдохом поднимаем таз, первый вариант, тот, кто остается в первом варианте, делает замок, и просто ждет нас в сету бандхасли, все, кто идет дальше, ставят руки около ушей, руки около ушей, приподнимает голову, и ставит центр головы, именно центр головы на пол, центр головы, нам нужно посмотреть на свои ладони, проверить, чтобы пальчики были расставлены, соединить локти вместе, ближе друг к другу, еще, пятки на полу, а плечи к пяткам толкните, плечи толкните к пяткам, еще назад, еще, еще плечи к пяткам, вот теперь руками и ногами, выталкиваем себя в мостик, да, дышим пять, и пробуйте чуть-чуть повыкреплять колени, и вот, чтобы весь прогиб шел не в поясницу, включите сильно ягодицы, сжимая кирпич, кирпич не падает, дышим три, больше грудь, не поясница, да, выдлиняйтесь в груди, два, один, и когда вы закончили, плавненько сгибаем колени, подворачиваем шею, аккуратно себя кладем, молодцы, все молодцы, тот, кто был здесь, тоже аккуратненько кладем, таз, убираем кирпич, подтягиваем колени к себе, и покачиваемся, обнимите себя, обнимите себя, как самого дорогого человека, поблагодарите себя за то, что вы выбрали провести эти 40 минут, я не знаю, сколько мы занимаемся, ну, примерно 35, именно так, на этом коврике, поблагодарите себя за то, что вы позаботились о своем состоянии сегодня, и сможете дарить его другим, состояние спокойствия, мира, гармонии, благополучия, спокойствия, умиротворения, вот это все сейчас то, что вы будете сегодня транслировать, разводим колени в стороны, стопы направляем вверх, happy baby, захват стоп изнутри, и, да, опять можно либо покачаться, либо остаться неподвижными, главное расслабить руки и плечи, супер, ребят, вы просто супер, дышите, пожалуйста, друзья, пока мы еще вот здесь находимся, не сливайтесь, пожалуйста, с шавасной, я вас очень прошу, шавасна будет ровно 2 минуты, 2, пожалуйста, потому что я вот заранее вам говорю, потому что как только я говорю шавасна, начинают люди исчезать с эфира, вы просто не понимаете, что шавасна это возможность ассимилировать телу и мозгу, все, что мы приобрели в динамике, это самая важная часть практики, самая важная часть занятия, молодцы, отпускаем все, вытягиваем ноги вверх, вытягиваем руки назад, ладони смотрят вверх, даем себе небольшой толчок, и нам нужно поставить стопы внутрь, в центр наших ладоней, и расслабить все, расслабить спину, и смотрите, у нас сейчас два позвонка лежат на полу, а шея удлиняется, это самый травмобезопасный способ хавасны, самый-самый полезный, послушайте этот приятный колокольный звон, дышите, и можно аккуратно, аккуратненько раскручивать спину позвонок за позвонком обратно, возвращать себя, главное, возвращаем, ага, и теперь поставьте, пожалуйста, стопы, левую стопу на пол, последнее, возьмите правую пятку, положите правую пятку над левым коленом, ребята, над левым коленом, правая рука ныряет в дырочку под коленом, захват, колено вот так вот снаружи, чик, и натяните теперь колено к себе, то есть так, чтобы вы почувствовали правое тазобедрное, дышите, колено ближе к левой груди, еще чуть-чуть к левой подмышке, отлично, меняем, кладем левую стопу над правым коленом, левая рука ныряет в дырочку под коленом, и замок на правом колене, и приближаем правое колено ближе к правой подмышке, дышим, дышим, и меняем сторону, голова в другую, отлично, делаем здесь еще вдох, и возвращаем себя в шавасану, и теперь ребята, пожалуйста, никто не сливается с эфира, тот, кто сольется с эфира, тот не получит всей пользы от практики, но это правда на самом деле, вы можете взять кирпич, ребят, и начать шавасану, знаете как, или книжку, с грудным отделом на кирпиче, то есть мы кладем кирпич именно под лопатки, не под поясницу, не под шею, под лопатки, и здесь просто раскиньтесь, вы потом его сможете убрать, полежите буквально 30 секунд, вот так вот на кирпиче под лопатками, и раскиньте руки, ноги, вообще все раскиньте, и просто почувствуйте вот это состояние открытости, которое нам дает наш раскрытый грудной сегодня, внутреннее состояние открытости и доверия, и сделайте глубокий медленный вдох, и выдох. Не расслабьте плечи, лицо, глаза, губы и челюсти, пусть плечи и руки стекают вниз без усилий, и без использования мышц. И это сияние в центре вашей груди, почувствуйте его открытое сердце, доверие, благодарность, которую вы транслируете в мир. как это для вас жить с открытым сердцем? Как это для вас идти по пути сердца? Как это для вас доверять всему, что происходит? Да. Не обдумывать, не анализировать, не давать своих оценок, просто доверять, принимать и благодарить. И сейчас через центр груди сделайте глубокий медленный вдох. и освобождающий выдох. Можно медленно, аккуратно убрать свой кирпич или свою книжку и оказаться здесь, в шавасане, чувствуя, как поменялись ощущения. Только что ваш центр груди лежал на кирпиче, а теперь вся спина лежит на земле. Какие новые, другие ощущения? Начинаем очень плавно дышать, погружаясь все глубже и глубже в расслабление, в расслабление, в расслабление, в расслабление, и как будто уже мой голос перестает быть важным, можно не держаться за него. Можно позволить себе просто отплывать, чувствуя, как тело становится теплым и тяжелым. Таким теплым и тяжелым. ведь это так приятно просто расслабляться и отдыхать. И вы так хорошо умеете это делать. Вы так хорошо умеете просто расслабляться. расслабляться. Дышите. Отпускайся. Все лицо становится теплым и расслабленным. плечи. Плечи. Угодная клетка. Руки. Поверхность ладонь. Мягкий и расслабленный живот. Промежность. Пустота в бедрах. Тяжелая и теплая правая нога. Дышите. 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 Руки. Руки. мягкий живот, мягкое дыхание, плечи, руки. И вот все тело такое легкое и невесомое, что мы больше не чувствуем его, позволяем ему парить. Над ковриком, позволяя себе отплывать все глубже и глубже в расслаблении, исцелении, восстановлении. Это приятный отдых. Расслабляй. И восстанавливается вся нервная система. И все системы нашего организма приходят в гармонии и баланс. И сейчас начните. Медленно, медленно прислушиваться к внешним звукам. Медленно, плавный вдох. И выдох. И еще раз. Вдох. И выдох. И можно шевелить пальчиками рук и ног очень медленно. Поворачивать голову вправо и влево. И зевать. Подтягиваться руками. Поворачиваться на свой любимый бок, чтобы здесь еще раз полностью расслабиться на пару мгновений. И когда вы готовы, плавно садимся и обретаем неподвижность. Складываем ладони в намасте, в центре груди. Анжали, мудра, символ единства, символ благодарности. И просто почувствуйте сейчас свой сердечный центр, свой грудной отдел. Какие ощущения в нем сейчас? Есть ли там свобода? Есть ли там новое пространство? Есть ли там сияние, свет? И вспомните о намерении, которое вы создали вначале. Когда вы спрашивали свое сердце, куда бы оно хотело повести вас. И какое благо вы могли бы сделать для этого мира. И с чувством твердой уверенности в своей миссии, доверии и открытости. Делаем глубокий вдох. И выдох. Я благодарю вас, друзья. Намасте. Благодарю вас за эту практику, ребята. Благодарю всех, кто был. Было ужасно приятно. Как вам сегодняшняя практика? Скажите, как ощущения в грудном отделе? Как вы вообще себя чувствуете? Какое состояние? Кто сделал все до конца? Вообще, вот у меня сейчас есть ощущение расширения. То есть, реально чувствую, что прям все раскрывается. Спасибо, 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 спасибо. Друзья, да, я вижу ваши благодарности, я вижу ваши сердечки. Ребята, приходите обязательно на бесплатный вебинар. И скоро стартует йога-шот. Вот. Скоро стартует йога-шот, на котором вы увидите, как с помощью 15 минут в день вы можете работать со своим состоянием, влиять на свое состояние. И просто уменьшить свою жизнь. Всего за 15 минут в день нам не нужно полтора часа жарить. Короткие практики, короткие классные практики, но способные впустить йогу в вашу жизнь, способные вообще поменять всю вашу жизнь. Так, супер практика, всегда вовремя, то, что нужно. Ощущение кайф. Ага, благодарю. Так, ребята, спасибо. Значит, я не знаю, что будет сегодня ночью происходить с телегой, но я думаю, что все будет продолжать работать. Если вы хотите, чтобы мы оставались здесь, пожалуйста, скачайте себе VPN, пожалуйста. Потому что если мы все себе поставили уже, но если вы не поставили, то вы не сможете меня смотреть. Я буду продолжать вести Инстаграм, я вам сразу говорю. Я буду продолжать вести практики Инстаграм, но увидеть их смогут только те, у кого будет VPN, насколько мы понимаем. Поэтому, друзья, позаботьтесь, пожалуйста, о своем VPN-чике, окей? Было трудно, кто-то пишет. Это хорошо, что было трудно, значит, будет прогресс. VPN не работает. Ну, у меня работает, я не знаю, почему у вас не работает. Мой кот заинтересовался. Классно. Катаны сила. Любой VPN. Да, абсолютно любой VPN. Я сейчас скину, короче, в телегу тогда подборку своих VPN-ов. Вот, у меня платный VPN стоит. Так, введите такую практику в прямых эфирах. Так я уже давно веду прямые эфиры, милая моя. Уже как две недели я их введу каждый день. Вот. Казахстане не отключат? Нет, в России отключат. Какой у вас VPN? Слушайте, я скину в телегу какой. Сложновато, но классно. Практика огненная. Какие ощущения в грудном отделе, скажите? Какие? Есть вообще? Не страшно ввести Инсту, если ее не признают? Нет, не будет. Ее уже не признают экстремисткой, не переживайте. Да, мастер VPN хороший. Где купить крутые поющие чаши? Ребят, я брала в Тибете. Сорян, в Непале. Так, платный работает, с бесплатным интернет не работает. Ну, нужно переключаться. Когда выходите в Инсту, включайте VPN. Когда идете на сайт РЖД, выключайте VPN. Так, было сложно. Первый раз чувствовалось расслабление в мостике. Да, круто, потому что мы сегодня, во-первых, прогрели хорошо грудной отдел, во-вторых, я дала отстройку мостика такую, которая, блин, топовая просто. Топовая травма безопасна для поясницы, она очень хорошая. Расслабленность, зажатость ушла. У-у-у, легкость в грудном отделе. Класс, приятно прямо. Раскрылся грудной, я плачу. Если вы плачете, это хорошо. Это очень хорошо, когда выходят эмоции. Так, поняла, что нужно видеть с друзьями и любить их. Да, абсолютно. В груди стало легче, свободно. Была область лопаток, но сейчас ощущается легкость в стене. В стене. Класс. Ощущается легкость. Все, ну, ребята, все классно. Запись будет обязательно. Вот. Ребят, добро пожаловать в максимальное расслабление и раскрытие сердца. Спасибо. Спасибо. Немного горит в груди, это очень хорошо, значит, у тебя пошла энергия. Вы делаете большое дело. Спасибо, ребята. Да. В общем, ребят, приходите на бесплатный вебинарчик 20-го. Будет очень интересно. И делаем медитацию классную на как раз вот такую же, да, на поиск своего места в новой реальности и на активацию. На активацию. Единственное, что могу сделать для этого мира, это всех обнять. Почему бы нет? Это отличная идея. Вот. Я тоже вас всех обнимаю. Вас так много сегодня было. Это просто был лед. Не понять, как сделать неведомую зверюшку. Переход одной ногой в другую сторону. Дикую штучку, что ли? Ребята, дикую штучку непонятно. А у меня живот проснулся, урчит как трактор. Клево. Я сейчас объясню, если дикую штучку, я объясню. Музыка волшебная. Спасибо. Тяжело медитировать. Значит, очень сильное напряжение в уме. Нужно больше разогреваться на уровне тела. Чувствуется, что это прям вообще признание, призвание вести людей за собой. Да. Это правда. Так. Сложно было расслабиться в шавасне. Слушай, ну, это с практикой приходит. Вот начни заниматься, и ты увидишь, как с каждым разом будет все легче и легче. Вот. Ну, еще второй вариант. То есть, либо очень напряженный ум, либо ты недостаточно прогрелась на практике, на йоге. Так. Благодарю. Так. С йогой с удовольствием занимаюсь. Ну, клево. Шикарная шавасна. Как делать дикую штучку? Сейчас, ребят, для тех, кто не понял, я сейчас еще раз покажу. Смотрите. Смотрите. Не внутри, а снаружи. И прям пятку хорошо к ягодице подтяни. Но стопа стоит. Посмотри, как у меня стопа стоит. Не вот так, а четко, параллельно, вперед. Видишь? Дальше. Важная отстройка. Левая стопа, носочек у нас лежит в дикой штучке не вот так стопа, прям четко наружу, да? А носок от себя. Как будто бы мы тянем носок. Окей. Это мы сделали. Дальше. Мы берем нашу левую руку. Помещаем ее за левой ягодицей. И опираемся на левую руку. Вот основная точка старта дикой штучки. Тянем левый носок. Стопа параллельно. Ладонь приклеена. Прямая левая нога. Вот. Это точка старта. Понятно? Стопа не вот так. Стопа носочком от себя. Тянем, тянем, тянем носок, подтягиваем колено. И теперь просто оба бедра толкни вверх. Раз. Чик. Все. Ты вышла в дикую штучку. То есть вот, если я показываю боком, да? Вот, точка старта. Стопа от себя. Носок тянем. Чик. Ладонь на полу, бедра вверх. Раз. Все. Ты вышла в штучку, расслабила шею. Понятно? Вот. Все. Надеюсь, что понятно. Обнимаю. Будем ждать новые шоты. Да. Йога-шот совсем скоро стартует. Я думаю, что 20-го мы откроем продажи прямо на вебинаре. Все. Я всех обнимаю, ребята. Целую. Вы самые лучшие. И увидимся завтра в 11.00. В телеге. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.